Ольга Вадимовна, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Вы тренер команды. Скажите, пожалуйста, как вы узнали про турнир? О турнире узнали мы из интернета, из фейсбука. Также дети говорили о том, что подобные соревнования происходили среди взрослых, и, возможно, планируется между детьми точно такие же организовать соревнования. Вот мы и так и узнали. И решили принять участие? И дети очень долго собирали команды, кстати. Да, скажите, пожалуйста, как это происходило? Как вы собрали? У вас, по-моему, не из одного клуба, правильно, все команды? Да, правильно. У нас команда не из одного клуба, но получилось в итоге так, что она из одного клуба, поскольку София Чумарана, которая должна была приехать из гробинки, неожиданно заболела. И в последний момент села в последний вагон Маша Боднар, которая сегодня успешно выступила и проявила себя даже, можно сказать, лидером. Да, мы смотрели этот матч, как раз 2-0 она проигрывала, и мы уже думали, что это будет конец. Вот тот случай, когда Маша проявила действительно бойцовские качества, что очень сильно удивило нас всех. Конечно, понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, на кого были самые большие ожидания в команде? Как тренер этих ребят хочу сказать, что надеялись мы на всех, но больше всего возлагали надежды на нашего капитана команды Артема Соломенника, который сегодня порадовал нас, ну, скажем так, не на 100%. Не на 100%, но у него самый большой рейтинг, и он очень выделяется среди всех, на самом деле. Он очень выделяется, ну, может быть, сегодня был просто не его день, хотя мы еще не доиграли до конца. Посмотрим, может, он еще сумеет реабилитироваться. А на какой вы позиции сейчас идете? Будем играть за третье место. Хорошо, желаю вам удачи, но скажите, пожалуйста, какие у вас еще впечатления от этого турнира? Может быть, что-то хорошо, что-то плохо, скажите? Честно говоря, я очень давно не бывала на таком ярком мероприятии. Очень приятно, что у нас в Украине есть еще подобные залы и люди, которые организовывают, которые заботятся о детях. И просто, ну, даже нет слов, я не могу подобрать, я в шоке. Очень ярко, честно. Спасибо вам большое. Еще и накормили. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!